Рак основных локализаций И вот основная причина Это болезнь цивилизации В середине 20 века Это резко произошло Изменение кушерского портрета женщин Более ранней минархии Стало наступать Но это другое питание Стимуляция когнитивных функций А чем раньше минархии Чем выше риск рака молочной железы Женщины стали значительно меньше рожать И кормить грудью 100 лет назад в нашей стране Это данные профессора Розинского Профессионального общества Статус презенс Кстати завтра я Лечу в Сочи И там большой Российский конгресс Акушеров гинекологов С международным участием Я там у них как раз По мастопоте и по профилактике Рака молочной железы Иногда провожу лекции и семинары Они меня приглашают Финансируют В воскресенье там это будет А вообще 4 дня Так вот 100 лет назад В нашей стране На кумулятивный индекс Рождаемости Так называемый То есть это количество детей На женщину Репродуктивного возраста В нашей стране Был 7 7 детей на женщину Репродуктивного возраста Сегодня полтора И всего 5 процентов Семей в нашей стране 5 с небольшим процентов Имеют 3 и более детей Значит у всех остальных Измененный акушерский портрет Репродуктивный возраст Вырос в 2 раза Количество менструальных циклов В 4 раза Чем больше менструация В эвеляция Чем выше риск Рака молочной железы И сегодня Это большинство женщин Мастопотей Что это такое Очень противоречивая проблема И более 30 терминов Этой патологии существует Но обычно под этим Подразумевается Вся доброкачественная патология Молочных желез Вот наш национальный стандарт Данная патология Здесь обозначается Как мастопоте Руководство по мамологии Вот форма мастопоте Диффузная Это клиника Ленингологическая классификация В зависимости от преобладания Того или иного типа железистая Фиброзная Кистозная Или смешанная Вот диффузно Узловая мастопоте И специально выделяется Очень частая ситуация Ну и пока еще не надо При этой форме Делать биопсию Можно понаблюдать Узловая мастопоте Обязательная биопсия Вот и различные Доброкачественные узловые образования Опухолевые и опухолеподобные С точки зрения риска рака молочной железы Более десятка классификаций существует Но с точки зрения риска рака молочной железы Очень важна вот эта классификация Степень пролиферации и атипия То есть мастопоте С гиперпролиферацией апители Или гиперпролиферацией с атипией С предраком Существенно повышает Риск рака молочной железы А посмотрите Ведь в области профилактики рака Очень важна социальная реклама Очень важны средства массовой информации. Вот замечательный доктор Малышева, но я ее регулярно не смотрю, но вот мне принесли вот эту вот картинку. Я сам эту передачу не смотрел. Заявляют, мастопатия не перерождается в рак. Но ведь это же неправда. И сегодня, ну так она назвала, мастопатия фактор риска рака молочной железы. Пролиферативные предраковые формы мастопатии очень существенно повышают риск рака молочной железы. И сегодня в этой области поставлена точка. Проведен метаанализ, дальше я его покажу. Один на уровень доказательной медицины самый высокий, что мастопатия повышает риск рака молочной железы. Малышева женщина успокаивает. Не волнуйтесь, все нормально, да? Доказательства того, что мастопатия и рак молочной железы имеют общую природу. 120 факторов риска рака молочной железы сегодня идентифицировано. Более 60 из них имеют высокий уровень доказательности. Ну, это, конечно, женщина. Смотрите, это генетические факторы риска. Есть генетика у мастопатии, есть генетика при раке молочной железы. Репродуктивные факторы риска. Ну, вы читаете, да, я не буду это комментировать. Одинаковые совершенно. Приводят и к развитию мастопатии, и к развитию рака молочной железы. Гормональные обмены. Гиперстергиния, локальная гиперстергиния. Гиперполактиномия, гипотириоз. 12 гормональных нарушений существует, которые приводят, заканчивается фипотогенос на уровне гиперпролиферации. Протоковые петели, дольковые петели, соединенные ткани, которые гормонозависимые в молочной железе, даже соединенная ткань. И, соответственно, гиперпролиферация протоков, дуктоктазия кисты, дегенерация ткани. Это и есть то, что мы называем мастопатии. И длительная гиперпролиферация, стимуляция рака молочной железы. Различные гинекологические заболевания. Они здесь перечислены. Наконец, сама по себе мастопатия просто фактор риска рака молочной железы. Есть так называемый гиперпролиферативный квинтет. Общий этиопатогенез. Это пролиферативные формы мастопатии. Эндометриоз, кискисты яичников, миома матки. Сколько перечислил миома матки? Эндометриоз. И они имеют общую природу и нередко встречаются у одной и той же пациентки. Причем пролиферативная мастопатия – это нередко удел молодых женщин. Вот приведу клинический пример. Сейчас я наблюдаю за одной пациенткой. В возрасте 25 лет я ей сделал биопсию по поводу узлового образования. Ей был поставлен диагноз пролиферативная мастопатия. Пролиферативная мастопатия. Вот в таком молодом возрасте. По эпидемиологическим данным, через 5-10 лет нужно ждать другие гинекологические заболевания из этого пролиферативного квинтета. Где-то примерно в возрасте 29 лет, после того, как она родила, родила она поздно, нет, даже 30 лет. Ей был поставлен диагноз эндометриоз, от которого она очень мучается и страдает. А вот сейчас ей 33 года миома матки. Я ей устраивал 122-й медсанчасть, чтобы там ей делали лапароскопическую операцию по поводу миома матки. Вот у такой молодой женщины 3 из этих гиперпролиферативного квинтета присутствуют. Поэтому это очень частые женские патологии. Факторы внешней среды и стиля жизни. Это диетозависимые оба заболевания. И, наконец, определяя риск рака молочной железы, надо понимать, что среди этих 120 факторов риска на первом месте находится генетический риск. А на втором месте состояние ткани, пролиферация и атипия. Это вот пролиферативная мастопатия так выглядит. В два с лишним раза повышается риск рака молочной железы. Но это еще не предрак. Это уже предрак атипичная протоковая атипичная дольковая гиперплазия. Более далеко зашедший предрак протоковая и дольковая карцинома инситу. Это склерозирующий аденоз, радиальный рубец. Вот плоская еще есть атипия. Это основные формы предрака молочной железы. И посмотрите в опровержение того, что доктор Малышев говорит. Это же пишет доктор Сантон, который очень много этой проблемой занимается. Это анализы, в том числе метаанализы, огромного числа исследований, диагнозы мастопатии. Если нет пролиферации, риск общепопуляционный. Если появилась гиперплазия, повышается с общей популяцией в два раза. Атипичная протоковая и дольковая гиперплазия в четыре раза. А протоковая и дольковая карцинома инситу в 12 и более раз. Есть отдельные исследования, где риск рака повышался в 30 раз. А вот это знаменитый метаанализ. В 2015 году поставлена была точка в этом вопросе. Более 3000 исследований изучали взаимосвязь мастопатии, рака молочной железы. Более 50 лет изучения. Всего 32 включили в это исследование. Очень жесткие критерии включения. И посмотрите, примерно через 10-12 лет при пролиферативных и предраковых формах мастопатии повышался риск рака молочной железы. Непролиферативные повышали, но недостоверно. Пролиферативные в два раза почти достоверно. Пролиферативные с атипией в четыре раза достоверно. Мы где живем? В доказательной медицине, правильно? Вот если это появилось, все. Уже спорить не надо. Это доказано. На третьем месте по своей значимости после генетического риска и пролиферации атипи находится повышенная мемографическая плотность. Но это касается женщин менопаузальных или женщин позднего репродуктивного возраста. Вы посмотрите, мета-анализ 42 исследований. У здесь 6 исследований. То есть уже целый ряд мета-анализов был проведен, который показал, что это очень сильный и независимый фактор риска рака молочной железы. И была составлена вот такая аналоговая шкала, визуально-аналоговая шкала. Менопаузальные женщины, женщины позднего репродуктивного возраста должно идти замещение жировой ткани. Ну вот как в норме должна выглядеть молочная железа. Жировая ткань, остатки фиброглондулярной ткани. Чем больше фиброглондулярной ткани, чем выше мемографическая плотность, тем выше риск рака молочной железы. И вот здесь он повышается в 5 раз. Вот по моим приемам приходят менопаузальные женщины, как правило, вот такие. Как правило, вот такие. Они же делают скрининговую мемографию. Вот таких я крайне редко вижу. Крайне редко. Первичная профилактика рака молочной железы. Модификация модифицируемых факторов риска. Прежде всего нормализация репродуктивного поведения. Женщина должна рожать до 30 лет. После 30 лет первая беременность, совершившаяся родами, уже не снижает, а повышает риск рака молочной железы. Это не значит, что не надо рожать. Это только риски. Не сделала вовремя рожать хоть после 30. Но вы знаете, какой сегодня средний возраст в России первой беременности, завершающейся родами у наших женщин? 29 лет. 29 лет. А в Петербурге знаете сколько? 31 с половиной год. В Европе уже давно за 30. В США давно за 30. Первый куэтархий, первый половой контакт в среднем по стране 16 лет. То есть с 14 до 18 лет девочки начинают половую жизнь. А рожают через 12 лет. Вот это называется 12 лет свободного полета, эколого-репродуктивный диссонанс. Ну, о морали я не говорю, но клинический случай из моей практики приходит ко мне девочка, которая учится в медицинском колледже на медсестру. У нее выраженные жалобы, значит, на мосталгию, на предминистральное напряжение молочной железы, на выделение из сосков, на уплотнение. Вот. Сколько ей лет? 16. 16 лет. Ну, она должна идти к детскому врачу, но она пришла ко мне. На самом деле, грамотная девочка читает все. Ну, я собираю, она мне спрашивает, половой жизни живешь? Живу. Сколько? Она так подумала, говорит, ну, наверное, года 4. Я от 16 отнял 4. Это же вообще с ума сойти. 12 лет, она живет с 12 лет регулярной половой жизни. То есть это, наверное, настолько сейчас обыденная вещь. И, кстати, абортов не делала, да. То есть она такая медицински грамотная. Рассказала мне, как она предохраняется. Ну, молодец, конечно, да. Это исключение, конечно, абортов, длительное кормление грудью. До 30 лет каждая полная беременность, завершившаяся родами, снижает риск рака молочной железы на 4 с лишним процента. А каждый год кормления грудью до 30 лет еще на 7 процентов. Поэтому самая эффективная профилактика рака молочной железы вернуться в прошлое, когда наши женщины в 16, 17, 18 лет выходили замуж и до 30 лет были рожающие и кормящие машины. 6-10 детей, да. И вот тогда никакого ни рака, никакой мастопатии не будет. Ну, к этому же вернуться невозможно. Но это самая эффективная профилактика рака молочной железы. Рак молочной железы как генетическая проблема. А ничего, если мы немножко задержимся, да? У нас там ничего, да? Все-таки это очень важно. Носительство мутанта генов Берси-1 и Берси-2. Вот весь наследственный рак для всех локализаций, и особенно для рака молочной железы, можно разделить на две больших группы. Первый – это фатальный наследственный рак. Когда происходят мутации, в основном в генах репарации ДНК, это наследственные мутации, и риск повышается фатально. Во-первых, в молодом возрасте, посмотрите, к 70 годам, сколько заболевает раком молочной железы, сколько заболевает раком веничников. А второй – это семейный рак. Это когда менее пенетрантные гены поражены, или мы не знаем вообще, какие гены. Здесь 10-20% заболевает. Все равно это самый серьезный фактор риска. Но не почти 100%. А на сегодняшний день, кроме генов Берси-1 и Берси-2, выявлено еще 12 генов. Это тоже все гены репарации ДНК, повреждение которых практически фатально повышает риск ракомолочной железы. Ну, наверное, самый частый синдром – это синдром носительства вот этих мутантных генов Берси-1. И более 3,5 тысяч мутаций в них сегодня выявлено. Причем большинство из них имеет высокую пенетранту, то есть фактически являются фатальными. Очень характерно по этносам распределение этих мутаций. Но есть всего два этноса, счастливые или несчастливые. Это еврейки-ашкенази, белые еврейки, которые живут во всех странах, у которых есть 10 горячих мутаций. И более, они другие. Я убрал этот слайд. И более 90%, так как еврейки, еврейская нация, все-таки длительное время не смешивалась с другими нациями, то вот этот эффект основателя очень высокий. И более 90% являются носителями 10 вот этих вот мутаций. И как ни странно, как ни странно, это славяне. Вот у славян тоже есть 10 горячих мутаций, причем наиболее часто это мутация 5382 insert C. То есть более 90% наследственного рака молочной железы связано вот с этими 10 мутациями. Это все славяне. Это и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и чехи. Потому что это наш профессор Именитов говорит, что славяне, особенно русские, это такая очень однородная генетическая нация, и вот основываясь на этом. Но я не знаю, я в Архангельск приезжаю, там так выглядят женщины. И приезжаю на юг, в Ростов-на-Дону, в Краснодар, там совершенно по-другому выглядят женщины. Какая тут генетическая однородность. Но тем не менее, в отношении этого, в отношении основателей мутантных генов Берсей, это так. И в основном ген Берсей-1. Это показания к проведению ДНК-теста. Посмотрите, какие широкие показания. Рак молочной железы у родственников, не только у родственников первой, но и второй степени родства. Рак молочной железы у молодой пациентки, а это треть примерно заболевших раком молочной железы. Более 70 тысяч в России заболело раком молочной железы в 2017 году. Более 20 тысяч молодые, до 46 лет. И это часто связано именно с фатальным наследственным раком или с семейным раком. Больные билатеральным раком. Сочетание рака молочной железы и рака яичников. Мы приняли эту концепцию. Мы должны направлять это в международные рекомендации, но мы их приняли. Больные трижды отрицательным раком. И, наконец, когда сегодня во всем мире принят такой стат, модус, что если у женщины диагностируется рак молочной железы, рак яичника, и выявляется какая-то мутация, генов Берси-1, Берси-2 в основном, то всем, всем ее родственникам, она называет адреса всех своих родственников, рассылается письмо, где пишется, что вот у вашей родственницы, такой-то тети, бабушки, диагностированный рак молочной железы, двоюродные сестры. Вот такая конкретная мутация. Обратитесь к врачу-онкологу, к врачу-генетику. Вот в моей практике, я в частных медицинских центрах веду приемы, я много таких писем видел. Ну, ни одного на русском языке. Из Израиля, из США приходят, из Европы, да, прибегают напуганные женщины. Вот у моей тети, у моей бабушки, вот она живет там в США, в Израиле, посмотрите, что нашли, что делать, да. Если это первая степень родства, 50-50, законы Менделя, мы все в школе учились, да, вероятность наследования 50%, второй поменьше. Вот, ну, нужно определять, и, соответственно, если это славянская национальность, то сначала тест на наиболее горячие мутации. У нас в центре он сегодня стоит 1300 рублей. Не получили тогда полное сиквенирование обоих генев. У нас это стоит сегодня 13 тысяч рублей. В Европе это стоит 4000 долларов. Или 4000 евро. Полное сиквенирование обоих генов. Мутации есть во всех абсолютно клетках. Не только в молочной железе и в вишниках. Почему-то стреляют туда. Но сегодня выявлено, что при этом повышается и риск рака поджелудочной железы, меланомы, колоректального рака, ракопростаты у мужчин. Поэтому это международный алгоритм, тоже принятый в нашей стране, обследование как женщин, так и мужчин, носительность этих мутантных генов. То есть скрининг, попытка ранней диагностики, не только рака молочной железы и яичников, но и рака других локализаций. Это алгоритм скрининга рака молочной железы, вторичная уже профилактика, которая в нашей стране. Принято приказ 572, вот такой алгоритм, музей молодой женщины, один раз в год. Если чаще, то далее по показаниям. То есть с молодого возраста, с 18-20 лет. И затем маммография, 35-36 лет первая маммография, и затем до 50 лет один раз в два года, и старше 50 лет ежегодно. Появился закон о диспансеризации, где совершенно другой алгоритм. От 40 до 75 лет один раз в два года. Вот всем этим женщинам в двух проекциях с двойным прочтением. Это уже, то есть два независимых рентгенолога должны смотреть, это приказ, мы его должны выполнять. Никто мне не может объяснить, я говорил с главным гинекологом нашей страны, с главным маммологом нашей страны, профессором Рожковой. Это же противоречие, а это юридическое дело. Значит, по какому приказу нам направлять женщин на маммографию? Чем мы должны руководствоваться? Конечно, этот вопрос надо решать. Единственное, что мне объяснили, 572 приказ. Если есть патология молочных желез, вот тогда надо по такому алгоритму. А вот диспансеризация, это здоровая женщина, если нет патологии молочных желез, тогда можно несколько реже. Но не буду говорить, как в мире. Маммография выявляет непальпируемые раки в виде микрокальцинатов, как здесь представлено. Вот в виде такой перестройки тяжей. И вообще, ранняя диагностика рака молочной железы, это высочайшее искусство рентгенолога. Вы заподозрите здесь рак молочной железы. И более того, согласно стандартам, я в ряде европейских стран посещал эти маммографические центры, там сидят, радиологи их называют, которые ничем, кроме скрининга рака молочной железы, не занимаются. Только этим занимаются. Двое независимо смотрят. Если их мнение сходится, рака нет, письмо счастья, приходите на следующий раунд, автоматом идет женщине такое письмо. Если рак, оба заподозрили, приходи на углубленную диагностику. Если мнение расходится, они садятся вдвоем и думают, что же с этой женщиной делать. Этого нет в нашей стране. Это же стандарт международный, кровью, что называется, написанной, как правило, дорожного движения. А у нас это делают обычные рентгенологи, которые всей рентгенной диагностикой занимаются. Поэтому отсюда начинается неэффективность скрининга рака молочной железы в нашей стране. Второе. А что делать с этой женщиной? Минимальный рак молочной железы. Два миллиметра в наибольшем измерении. Или не парпируемые микрокальцинаты. Перестройка тяжей. Как вы туда попадете? Вот я делал биопсию молочных желез. Казалось бы, наружная локализация. Не попасть. Не попасть. Ну хорошо, если пальпаторно вы пальпируете этот узел. А так, что с узи навигации, что с другими методами навигации, очень трудно попасть. Вот стереотоксическая биопсия, инвазивная радиология, специально компьютерная программа позволяет это делать. Вот микрокальцинаты, тракар подводится, компьютерная программа сюда, и весь участок удаляется. И потом еще делается несколько срезов, чтобы посмотреть, сколько осталось микрокальцинатов. В данном случае микрокальцинаты самая частая находка при скрининговой мемографии. И сейчас даже говорят о том, что, может быть, это не только диагностическая процедура. А если весь подозрительный участок удалили и даже поставили диагноз протоковая карцинома инситу, сейчас этих женщин лечат, как минимальный рак молочной железы. И чаще всего за микрокальцинатами стоит протоковая карцинома инситу. Говорят о том, что, может, не надо лечить, наблюдать за этими женщинами. Но пока это еще ни в мире, ни в нашей стране в стандарты не входит. Момографический скрининг, конечно, конечно, но мы будем говорить до четырех, да, вот раз уж так получается. Значит, мамография, значит, видите, как пишут наши ведущие мамологи и онкологи, есть, конечно, у нее положительные эффекты. Конечно, есть. И смертность от рака молочной железы снижается. Все это бесспорно. И выявляется доброкачественная патология молочных желез. Но вот показатель, самый главный показатель эффективности скрининга рака молочной железы. Количество протоковой карциномы инситу. В тех странах, где он эффективен, в структуре рака молочной железы до 40% таких диагнозов. Поэтому стандартизованная заболеваемость во Франции, в США, во многих странах, где эффективный скрининг рака молочной железы в два раза выше, чем в нашей стране. За счет того, что почти половина диагнозов протоковой карциномы инситу. А у нас, вот недавно стали статистики считать, посмотрите, 0,5, 1, вот в Москве 3% всего в структуре рака молочной железы. Это в 2017 году. Таким образом, можно сделать заключение. Неэффективен скрининг рака молочной железы в нашей стране. Нужны другие подходы. Один из других подходов определение. О раке молочной железы просто о профилактике можно говорить больше всего. Другие локализации пойдут быстрее. Есть подходы математические к оценке индивидуального риска рака молочной железы. И на сегодняшний день существует более 20 программ, которые, изучены, изучаются, создаются. Вот тут сидит доктор Вон Юля. И мы с ней даже обзор на эту тему написали, но пока еще не опубликовали. Большинство из этих моделей оценивают фатальный риск рака молочной железы, так как он самый главный. А все остальные они имеют, ну скажем так, только ускоряют развитие фатального риска рака молочной железы. Но вот без генетически детерминированного риска модель Гейла, Клауса, и без которой позволяет оценивать империумы. Характерический риск рака молочной железы. Вот характеристика этих моделей из 120 факторов риска или берется много. Модели Гейла всего 8. Кстати, они все имеют свои достоинства и недостатки. Модель Гейла не учитывает монографическую плотность, например. Но она появилась самая первая, ей уже несколько десятилетий. И это работает. Это позволяет у конкретной женщины, вот модель Гейла, бесплатный ресурс Национального ракового института США. Мы вводим запрашиваем факторы риска для данной женщины, и он выдает точные, доказанные перспективными исследованиями в течение пяти лет и в течение всей жизни риск. Вот если он больше одного из семи, то есть из ста женщин, почти две, с такими набором факторов риска заболеет раком молочной железы, в течение пяти лет риск считается высокий. И требуется индивидуальный подход. Поэтому сейчас и перед рассматривается подход скрининга и маммографии. Если риск невысокий, если риск низкий или умеренный, то от сорока до пятидесяти лет женщине вообще не надо делать маммографию. Облучать только ее и вызывать радиационно индуцированный рак молочной железы. Потому что не будет у нее с низким риском рамка молочной железы в этом возрасте рака. И только после пятидесяти лет ей надо начинать скрининг. А вот если он высокий, то даже после тридцати пяти лет нужно два раза в год иногда делать. И это правильно, сейчас к этому все идет. Вот и соответственно чаще после пятидесяти лет. Ну много существует методов оценки риска рака молочной железы. Вот это каждый год это руководство переиздается. Если мы имеем любой из этих шести факторов риска, любой, то есть наличие рака молочной железы у данной женщины в анамнезе, по модели Гейла, если она старше тридцати пяти лет и риск один и семь в течение пяти лет, и имеется предрак протоковая карцинома атипичная протоковая дольковая гиперплазия, если у нее есть семейный анамнез, да, вот то, что я говорил, недетерминированный, если у нее было облучение грудной клетки в возрасте от 10 до 30 лет, или семейный рак наследственной предрасположенности. Вот любой из этих факторов риска, риск считается очень высокий и соответственно индивидуальные методы мониторинга, индивидуальные меры профилактики. Есть химиопрофилактика рака молочной железы. Food and Drug Administration одобрила тамоксифен, эролоксифен для химиопрофилактики рака молочной железы у женщин менопаузальных и позднего репродуктивного возраста. С профилактической целью в нашей стране, к сожалению, такая рекомендация пока не принята. Ингибиторы ароматаза недавно закончились мультицентрические исследования, колоссальные, которые показали, что они тоже снижают риск рака молочной железы и они близки к разрешению. И аспирин, кардиоаспирин миллионы людей принимают, у них снижается риск рака толстой кишки и рака молочной железы, поэтому сегодня кардиоаспирин кишечный растворимый, рекомендованный для химиопрофилактики рака молочной железы. И посмотрите, вот опять я сзылаюсь на доктора Малышева. Мастопатия относится к женским болезням, которые не надо лечить. Это тоже ошибка, это тоже введение наших женщин в заблуждение. Ну да, конечно, у каждой второй женщины мастопатия. Ну что же лечить только за то, что она женщина, что ли, да? Но тем не менее, мастопатию надо лечить. И надо лечить не только с целью улучшения качества жизни. Я прочитал, 25 миллионов женщин в нашей стране не постоянно, но в каких-то циклах, в каком-то периоде жизни имеют настолько выраженную мосталгию, которая нарушает их качество жизни. Не дает спать, не дает работать, не дает нормальным взаимоотношениям с мужчиной, с мужем. И поэтому здесь нужно просто качество жизни повышать. Но и плюс длительное лечение, патогенетическое лечение мастопатии это один из подходов к профилактике рака молочной железы. О родственнице их заболеваниях я говорил, ну вот только два лекарственных препарата приведу, это мой лекарственный препарат, я его создал, я на него пол жизни потратил, и не могу поэтому об этом не сказать. Когда я это начинал, в конце 80-х годов, если бы я знал, что в нашей стране так трудно создавать лекарства, я бы лучше по другому пути пошел. Да, ну вот взялся за это, вот сейчас есть такой лекарственный препарат. Международно непатентованное название слоевища ламинарий, мамоклам, основное действующее вещество, органически связанный йод. Я говорил, 12 патогенетических путей, дисгормональных нарушений существует, приводящих к развитию мастопатии, рака молочной железы, все заканчивается на уровне гиперпроферации. А йод обладает прямым антипроферативным действием на молочную железу. Потому что молочная железа, щитовидная железа растут из одного и того же эктодермального ростка во время эмбриогенеза. Поэтому ткань молочной железы способна накапливать йод. Но только тогда, когда он поступает в супрафизиологических дозах. Мы очень давно знаем, что йодистыкали оказывают лечебное действие на мастопатию и снижают риск рака молочной железы. Как и ряд некоторые другие неорганические соединения йода. Но это ксенобиотики, мы не можем их давать в супрафизиологических дозах. Это очень опасно. А вот этот морской йод мы даем в супрафизиологических дозах. Вот моя основная идея. Вот. И целый ряд доказательств о том, что он не только эффективно лечит мастопатию, но и снижает риск рака молочной железы. Снижает, например, мемографическую плотность. Приводит к регрессии кист. Вот одно из исследований 6 месяцев приема лекарственного препарата Момоклам по 3 таблетки в день. Это 2 суточных дозы. И посмотрите, у 30% по сравнению это рандомизированное исследование, достоверно у 30% по сравнению с контролем уменьшалась мемографическая плотность уже через полгода применения. Регрессия кист более чем у 70%, а крупнокистозная множество кист это в 5 раз повышается риск рака молочной железы. И уменьшение толщины железной ткани это женщины позднего репродуктивного возраста. Это доказательство того, что препарат снижает риск рака молочной железы. Ну и вот трансдермальный прогестерон прозестаджель французский препарат локальная гиперэстрогения это тоже один из основных патогенетических факторов развития как мастопатии так и рака молочной железы. А этот препарат трансдермально наносится ликвидирует локальную гиперэстрогению это нано препарат ему уже больше 40 лет. Но он в липосомальной оболочке сегодня это называется наноформа стероидные молекулы очень плохо всасывается через кожу. Кожа для того и создана чтобы через нее не проникали. Вот ничего. Но 10% всасывается за счет этой липосомальной оболочки и распределяется только в тканях молочной железы. Золотая пуля Эрлиха получается. Таргетная терапия. И резко возрастает концентрация прогестерона в тканях молочных желез и практически не повышается в крови. Нет побочных эффектов и коррекции локальной гиперэстрогении. И здесь есть даже 15-летнее наблюдение за многими тысячами женщин, которые регулярно принимали данный препарат и некоторые пароральные препараты прогестерона снижение риска рака молочной железы. То есть здесь даже есть такие доказательства. Но это вот одна из схем лечения мастопатии с использованием этих двух препаратов. Это моя любимая схема. Пятый уровень доказательной медицины, когда практически врач говорит, что вот он получает хорошие эффекты. Замечательные эффекты я, как правило, получаю при самых различных формах мастопатии. Это приказ 572-й, что должны заниматься лечением мастопатии акушерогинекологи и онкологи, диффузной мастопатии, профилактика рака молочной железы и акушерогинекологи и узловые кистозные образования, консультацию онколога. Нет рака, возвращается к гинекологу. Есть рак молочной железы, всю жизнь она уже, в том числе и мастопатия, лечит у онколога согласно этому приказу. Таким образом, профилактика рака молочной железы, вот я, все, что я говорил, я здесь подвожу саммари и не надо забывать о том, что патогенетическое длительное лечение мастопатии, более того, это надо активно применять, снижает риск рака молочной железы и вот я говорил, я, во-первых, математические работы такие прочитал, вот и сейчас говорю с нашими математиками, пока еще в мире нигде это не осуществлено, но вот такой подход формирования групп риска у нас в стране 30 миллионов женщин страдает мастопатией, примерно одна треть это гиперпролиферативные формы, а среди них 4-5 процентов это предраковые формы, это полтора миллиона женщин имеют гиперпролиферативные предраковые формы мастопатии, 10 процентов имеют пролиферативные, 70 процентов непролиферативные, но из них формируются контингенты пролиферативных, мы не знаем ведь эти 10 миллионов Но если мы будем находить, формировать из них группы риска и патогенетически лечить мастопатию, то математики посчитали, что это более эффективный подход по снижению смертности, чем скрининговая мемография. Ведь скрининговая мемография на 20-40% всего снижает смертность. А в обычной практике надо 10%. Это в рандомизированных исследованиях. Поэтому стакан не то, что наполовину пуст, он на 90% пуст. Но не будем говорить о причинах. Продолжение следует...